Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Краю Фир. В последней серии мы попали в какой-то жилой массив очередной. Надо сказать, что ничего хорошего тут нет. Кровавый понос, монстры, закрытые двери. И мы решили отложить исследование этого комплекса на следующую серию. Так вот, давайте разбираться. Что тут да как? Так, у нас есть патроны в дробовике? Нет, я не помню. Нет, в дробовике у нас каляк. Давайте-ка мы тогда сделаем вот так. Не поддается и не открывается. Ладно. Да твою мать. У него шип из головы летает. Я понял, как он ранит, короче говоря. Ну ладно, не так уж и страшно нам пришлось в этот раз. Но лечилок нет, поэтому надо быть осторожным, потому что сохранялись мы в середине предыдущей серии. Так, а вторая дверь куда ведет? Ух, и туда можно идти, и сюда можно идти. Ой, не знаю. Давайте сюда сходим. Где-то вот тут я слышу, ходят часы. Не поддается. Отдается. Так, ну вроде тихо. Вот эта дверь, конечно, может и вынести сейчас просто опять какой-нибудь мерзавец. Кока-кола. Бардак кругом. Не поддается. Патрончики. Дубинка. Нахрен мне дубинка, когда есть пистолет. Так, ладно. Ну, по крайней мере, не зря сюда сходили. Это точно. Ну и ничего. Ой, блин. Ой, блин. Ой, твою мать. Твою мать. Твою мать. Офигеть. Офигеть. Я думал, не хана сейчас заставить меня настрелиться. Так, не поддается. Ой, блин, аж сердечко спрыгнуло. В груди. Уфф. Блин, где у нас сохранение? Мне бы сохраниться, потому что если нас сейчас убьют, то придется бежать… чуть ли не 15 минут до сюда. С предыдущей серии. Злобак. Я не знаю, может у нас с той стороны сохранение было. Давайте туда сходим. Я не хочу погибать, а тут что-то их все больше и больше. Так. Уф, вот я тут испугался, это офигеть. Давайте в эту дверь попробую сходить. Надеюсь, тут у нас поменьше всего. Не поддается. Не открывается. Тупик и патроны. Ну, по крайней мере. Хоть что-то. Давай, выламывай. Ну, ладно. Я думал, дверь выломают, но примерно того же плана оказалось. Ладно, нормально, полезно сходили за патронами. По крайней мере, не будем волноваться, что что-то пропустили. Так, я уже боюсь этой двери, честно говоря. Да нафиг. Одна полицейская дубинка и несколько патронов явно не стоили моих нервных клеток, которые я потратил, когда увидел эту мертвую бабу. Так, ладно. Коридор из СЦП. Так, прилег. Один патронов. Черт с ним. Ненавижу этих тварей. Мне тут все твари не нравятся, но вот эти вот завернутые в колючую проволоку больше всего, потому что они... Потому что они их хрен убьешь. Так, ладно. Я что, туда же... А, нет, мне показалось, туда же вернулся в то же самое место. А тут у нас... Только не говорите, что ничего. А, вот. Отлично. Так, тут ничего нет. Оружие, наркотики там. Ну, мы все, я так понимаю, двигаемся к этой станции метро, куда нам нужно было. Правда, не знаю, зачем нам туда нужно было. Но зачем-то нужно было. Раз нужно, значит, пойдем. Полис... Какой парк. Самолет летает. Нереактивный, судя по звуку. Можно уже без фонарика. Когда пистолет обеими руками держу, мне как-то спокойнее. Так, но из воды наверняка полезут эти утопленники. Поэтому мы подходить лучше не будем. А, тут придется. Уф, так. Блин, я что, не могу перепрыгнуть этот заборчик? Да вы издеваетесь. Ну, и машина, естественно, тоже. Ладно. Я не хочу в воду лезть. У меня вода не вызывает никакого доверия. Еще меня интересует вопрос, где, мать его, сохранение? Я же уже сколько не сохранился. Если что, сейчас. Вот так. Ну, подожди. Давайте-ка мы сначала обойдемся. Потому что я сейчас что-нибудь не... О, смотри. Все нужно, похоже, в центр поставить, да? Лошадка. Ты у нас кто? Какой-то львенок. Или, наоборот, парнокопытный. Ты хрен поймешь. Может, пони какая-то. Так, лошадка, ну куда? Нажми. Умоляю тебя. Так, понятно. Это мы нажмем в последнюю очередь. А тут у нас что? Тут у нас есть сейф? Вот. Отлично. Отлично. Хорошо. Теперь если нас убьют... Так. Тут можно как-нибудь прочитать? Это почерк неразборчив, так что я не буду ее читать. Ну, нафиг глаза ломать. Там мы всегда успеем нажать. Дверь закрыта. У нас нет ничего. Видимо, вот сейчас мы сделаем, и у нас что-то откроется. Так, ты у нас лев. Где у нас лев? Ладно. Льва на потом оставим. Давайте разбираться совсем по порядку. Вот тут у нас кнопка, которая умоляет нас нажать. Нам нужно вперед ее подвинуть. Я думаю, сейчас мы нажмем, и случится что-то плохое. Вы вроде нет. Так, вот тебя непонятное существо. Ты все-таки у нас лев, может? На льва похож. Наверное, ты лев, да? Льва нам нужно вниз один раз. А в остальном у нас все в порядке стоит, похоже. Так, ну-ка. Да, с этим порядок пошли льва нажимать. Сейчас мы нажмем льва, и, наверное, сзади та дверь выломается. На нас кинется какая-нибудь бабайка. Давайте сохранимся на третий слот. Странные пазлы какие-то. Так, лев вниз. Нет, подожди. Ну вот он, да? Наверх. Тоже не двигается. Влево. Пошел, хорошо. Так, что не так теперь? Все вроде нормально. Все на своих местах. Так, ну-ка, давай. Посмотрим, что нам это дает. Ты в центре, ты в центре, ты в центре. Ой, блин, я даже не знаю, что происходит. Ты тоже в порядке. Блин, ну давайте сходим тогда туда, наверх. Может, у нас открылось что-то там эдакое. А потом уже будем читать вот эту, возможно, там подсказка была. Там такой почерк, что ну нафиг. Так, я лучше если угол читать, то выключу пока запись, чтобы вы хотя бы не мучились. Дверь закрыта. Супер. Да, ну это стоподово Тойота Ярис. Если вы понимаете, о чем я. Так, короче говоря. Короче, подсказки тут и написано. Это я опять прощелкал. Пишут, что птица полетела south, то есть на юг. Тут у нас west. Тут у нас... Подожди. Короче, как разберусь я, тогда продолжим, чтобы вам время не тратить, потому что это не очень интересно, не очень зрелищно. Короче говоря, увидимся через секунду. Короче, что-то получилось. Я довольно долго парился, минут, наверное, 8, 9, 10. Потом все дословно перевел, расставил именно в том порядке, как просилось на этой брошюре. Теперь двигаем дальше. Больше всего парился я со львом. В итоге я его просто методом тупого подбора. Поставил. Ну, да ладно. Куда-то мы, короче говоря, попали. Мосинка. Смотри, натурально Мосина. Инвентарь полон. Твою мать. Вот так. Не нужна мне ваша дубинка. Так, вы взяли ключ от ворот. А где у нас ворота? Другой вопрос. Тоже крайне интересный. Так, ладно. Мосинка, это, конечно, хорошо. Я ожидал из мадухи. Я не удивлен. Такая игра. Такая игра. Чего уж удивляться. Оф, так. Сохранимся. Короче, смотрите, как они стоят. Вот это вот так. Вот это вот так. Вот это вот так. И орел вон туда, вон так стоит. Так, теперь мне нужно понять, для каких ворот эти ключи. Парковые ворота. Понятно. А где у нас парковые ворота? Я, честно говоря, вообще не припомню, чтобы тут какие-то ворота были. Может, тут я проглядел? А, вот. Я сюда вообще ни разу не подходил, так что не мудрено, что я их прощелкал. Вы их открыли. Отлично. Зачем мне Мосинка? Какого хрена? Что это такое? Где? А, вон, смотри. Это он, что ли, по-моему, не стреляет? Я не пойму. А как мне целиться? Да, блин, не трясисты так. Ну, ладно. Точно это он по мне стрелял. Блин, пока я расчухал, он мне уже половину жизни снес. Ладно. По крайней мере, мы живы. Какой-то непонятный монстр, вообще непонятно, на что похожий. Так, сюда ли мне? Или мне и не сюда? Давайте сюда сходим сначала. Посмотрим, что у нас тут. Ой, тут еще один такой же. Все, прибыл, похоже. Хорошо. Блин, ну если я сюда могу так далеко идти, то что же у нас тогда там? Ой, давайте мы сначала туда все-таки сходим. Потому что нам... Потому что нам, судя по всему, в ту сторону надо идти, значит, у нас что-то... Здесь, возможно, какие-нибудь патроны просто лежат. Вот, да-да-да. Сейчас дверь разломается, из нее на меня кинется бабайка, да? Закрыто с помощью карты. Так, ну карточку, значит, найти сюда нужно, понятно. Так, давайте-то оттуда продвигаться. Ой, так, сядем поудобнее. Где у нас там этот хрен был? Я ее даже не видел. Готов. Да, колесо кранты. Ну да ладно. Закрыто. Ну как все в этой игре. Кстати говоря, у меня патронов-то для шотгана нет из случаев. По-моему, нет. Я вроде их не брал. Да, с патроном пока голяк. О, сейф. Так, что у нас там по времени? Ну и в принципе, ладно, давайте на этом тогда... Блин, зачем потратил? Ну ладно, сейчас загружусь. На этом тогда мы прекратим данную серию. В принципе, событий на нее уже хватит. Следующий будем искать дальше, что да как. Пока что могу сказать, что игра временами радует, временами скучна. Но все равно это очень круто. И по-моему, это самый лучший мод для первой халфы на ее движке. Причем она с этим модом выглядит местами даже лучше многих современных игр. Это я, конечно, утрирую, но тем не менее, выглядит прекрасно для своих лет этот движок. Как бы там ни было, увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok